Вдруг артисты стали объединяться, вот видели там в какой-то момент Гриша Лепс, значит, кто там, а Лепс, Газманов, Бабкина, Долина, они прямо вот, как я сейчас вспомню, так и стояли, Лепс, Газманов, Бабкина, Долина, я их назвал ЛГБД-друг. Они говорят, мы создадим ассоциацию, будем помогать молодым, будем сейчас песни патриотически писать, ухаживать за старыми, ездить по раненым, кто вам раньше мешал помогать молодым и ухаживать за старыми? Вдруг они решили объединиться, всем в среднем 70, и они, кооператив судорога, уже ударили, что вы... Самое, конечно, пикантное в этом пассаже Максима Галкина, который сейчас чешет по городам и весям Америки, это акцент на возраст Надежды Бабкины, Олега Газманова и прочее. Он, наверное, Галкин забыл, сколько лет его жене, Али Борисовне Пугачевой за 70. И вообще говоря, если сравнивать ее с перечисленными им звездами шоу-бизнеса, то она в гораздо более худой форме. Почему Алла? Конечно, Алла такое влияние в свое время оказала на страну, и ее поклонники, естественно, остались, и до сих пор они верят в то, что она, может быть, как-то изменит свое мнение. Я не знаю. А думается? Мне сложно это... Конечно, вот для меня лично, Алла Борисовна, с ее высказыванием последними, крайними вернее, это вызвало большую горечь и разочарование. Это же надо как относиться к своим поклонникам, к своей стране, чтобы вот такое говорить. Я даже не хочу это обсуждать. Неприятно. Первая самая известная песня авторства Газманова – это, конечно, Люси, которую исполнил Родион. Нет. Нет? А какая? Так, еще один, сейчас у тебя будет шок. Первая песня, которая стала известна в Калининграде, была написана в 1968 году. В 16 лет. В 18. В 18. Да, да, в 18. И она, вот салмен, как я начал работать, это на танцах мы ее первый раз сыграли, и она была очень популярна там. Потом эту песню спел Леонтьев, где-то в 88-м году уже, Валера. Потом, как бы она у него в аренде была. Сейчас я ее тоже пою на концертах почти всегда. И все праздники новогодние, и в этот раз опять меня уже попросили ее спеть, проходят с этой песней. Она называется «Белый снег». Белый снег есть такая. Вот это «Не хочется белого снега, морозного синего дня, белый-белый-белый снег». Я ее как-то, она мажорная, она такая легкая. Я ее сочинил в 68-м году, и она стала популярной. Кстати, насчет аренды. Я знаю, что очень долго и Саул был в аренде у Аллы Борисовны Пугачевой, которая так ее и не использовала, не реализовала эту аренду. Нет, ну да, как бы у нее были... Не оценила. Нет, у нее у нас было опционное соглашение, это не аренда, она ее не юзала, понимаешь. Так. И не только эта песня. Так получилось, что в свое время через Сашу Кальянова, через Володю Кузьмина, значит, я попросил показать... Это был в тот период, когда Кузьмин с Аллой Борисовной были в отношениях. Ну, Кальянович увидел мои песни, попросил спеть песню «Путана», кстати, тоже стала популярной этой песней. Да, я помню, была премьера во взгляде. Да, он попросил эту песню, значит, спеть. А я его попросил, говорю, ну, вот кому показать, смотри мне сколько петь. Я посмотрел, говорит, классные песни, говорит, надо, чтобы Алла увидела. Говорит, если она хоть одну возьмет, чувачок говорит, чувачок, Алла возьмет одну песню, и ты в порядке. Алла взяла песен 10, и ни одной не спела. Ну, в общем, получилось так, что... Я говорю, а как я пока... Он говорит, Кузю позовем. Ну, есть, Володя говорит, Володя. И Володя меня повез к ней, значит, показывать песню. Вот такая была история. Она взяла, но не спела. А я не мог спеть, потому что на тот момент у меня пропал голос. Вообще просто пропал голос. Ну, да, я уже сто раз про это говорил. Ну, вкрасно и Филипп, о, Филипп, говорю, и Филипп, это младший сын. Да, да. И Родион, старший сын, значит, спел песню Люси, которая стала популярной. Да, но в исполнении Родиона эта песня была посвящена как бы животному, то есть собаку по кличке Люси. А в оригинале-то я знаю, что Люси это девушке какое-то было посвящение. Ну, да. Это тема закрытая? Не, не закрытая, это не девушка, это виртуальная была абсолютно. А, то есть не какая-то конкретная Люси. Просто пришла такая мелодия там. Та-да-да-да-да-да-да, Люси. Я пишу песню про девушку, с которой он как бы... Которую кормили котлетами. Ну, такая была история, как-то нет, девушкой нет. Я повстречал случайно девушку, значит, там на улице где-нибудь, не знаю. И такой вот, так этот образ засел в моем сердце, я от себя пою, да, что я мотался по этим улицам, напрасно ищу в лабиринтах домов, смотрю я сквозь стекла такси Люси, о-о-о, Люси. И не успел познакомиться, такая тема городская. Редактор субтитров А.Семкин